всем привет меня зовут эдуард миникаев я люблю футбол и все что с ним связано я продолжаю пробовать новые форматы и сегодня это челлендж а герой моего выпуска на ильза малиев все эти элементы которые как раз не использую футболе отлично значит у меня есть какие-то шансы выиграть этот парень свое время играл в молдавском шерифе и имел возможность сыграть французским марселем в лиге чемпионов и у меня был такой выбор либо спартак нальчик либо поехать на велодром ты выбрал спартак нальчик но получается так почему мы поговорили о его жизни и карьере ну и конечно же выяснили кто из нас лучше бьет пенальти и штрафные это фаненка которая такая знаешь рублей за 50 это мини-челлендж ну и получается мини-интервью приятного просмотра ну что челлендж играем против на или на и правил такие у нас есть 5 пенальти 5 штрафных и я думаю можно сделать еще пять выходов один на один что скажешь отлично все эти элементы которые как раз не использую футболе отлично значит у меня есть какие-то шансы выиграть ну что начнем с пенки я предлагаю 5 ты сразу за раз бьешь 5 я но давай сегодня нас будет защищать точнее не нас ворота будет защищать никита мощный парень давай никит ясен тоже настроен для меня это заработать хорошо все рынка перетренировка все я надеюсь на честный бой так ну что первый удар поехали никита знаешь какого голове реально резул а часть поменки господи у меня не получается поменка два раз подряд получится или нет но это от никит зависит мне кажется никита поэтому я бью всегда оппоненту только хорош хорош блин никита тигр я а как мне это бить тогда вообще я я сразу сказал самую сильную радаря дали нам мои ты так давай ты поддаешься или что нет или никита тигр просто я сразу сказал офигеть один из трех все-таки все-таки пробил 3 билл 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 конечно конечно хорошо пятый удар это панемка которая такая знаешь рублей за пятьдесят пять ударов передаю камеру тебе будь теперь ты блогером ну что первый удар поехали я кстати знал что никита тигр я видел видео с и фк рубином он там вообще какие-то невероятные вещи делал так что я подготовился 1 полетели в космос никита в том же духе в том же духе текст поехали 2 я опять путину снял как с болейки нам со мной так со мной так не не прыгал ладно хорошо один уже есть так на или сколько ты забил я забил 22 а поненко за два считается или нет блин давай если я забью три пусть считается слушай а ловко ты это придумал удара два голода куда все верно зашел но это блин некий сам прочитал просто я просто промолчу факт том то что он же читает понимаешь это самое блин опасно и обидно ну что опять удар снимает поехали сейчас было похоже было похоже было похоже на работу давай-ка спросим у него как или как ты ты делаешь просто объясни мне ну типа ты смотришь по движению ноги опорную ногу чаще всего на расположение опорной ноги обращаю внимание так я все равно бил грубо говоря знаешь ногу типа ставил и прямо вот так направление вот так ну то есть под себя в этом моменте тоже как бы улавливаешь такой некий знаешь это многие нападающие на это как бы тоже обращают внимание думаю что на вратарь смотрит на опорную ногу обычно бывает что противоположную сторону бьют прикольно прикольно были у тебя папа вратарь тоже был супер хорошо что мы не на деньги играли получается что получается пенки остались за мной но получается что так но если считать твою паненку паненку и пару косяков с никитой то да окей поехали на странные ты играл как я посчитал в википедии за 17 клубов объяснить как такое произошло дело в том что из этих 17 команд 13 14 команд у меня были первой лиги и там такое довольно таки такого уровня чемпионат что каждый год меняется большое количество боли чем это связано скорее всего с тем что контракты заключаются на 1 год сегодня и каждый год практически каждый год меняется руководители меняются главные тренеры и поэтому такие моменты и связанные ну то есть эта проблема первой лиги или это проблем проблема команд 1 лиги вот на твой взгляд не могу сказать что только в первой лиге потому что если сыграл сезон под заключительный сезон моей карьере во второй лиге в пермском амкаре вот и скорее всего там то же самое во всех командах потому что общаемся с ребятами вот так же все заключают контракт на один год скорее всего это связано со всеми лигами первые премьер-лиги не знаю как вот в первой и второй лиге везде такая ситуация у тебя был шанс играть в премьер-лиге либо то что команда шла уже реально близко вот буквально недавно произошло это команда факел получается я пришел в 2000 2021 году пришел в сентябре мы встретились роману гурам сейчас хабадзе рассказал все задачи которые стоят перед командой там был и большое влияние денег в эту команду множество почему-то не было пригласили олег петрович василенко вот и тихими шажками тихими шажками мы получается начали брать очки осенью начали брать очки весной выдали прям сумасшедший отрезок первые семь игр и шли без поражений без ничьих всем побед подряд у нас было самое переписали контракт в этот же год точнее в окончании этого сезона в апреле месяце все никаких не было других мыслей думал все гурамыч поставил задачу выхода пример лигу начинаются сборы у нас мы готовимся лето 2021 переходящий двадцать второй год все вроде бы ничего не мешает но набережный челнинский камаз выходит анал мой сын идет в первый класс и мысли у меня начинают потихоньку забиваться семейными семейными делами теми мыслями что может быть вернуться домой и сыну как-то надо помогать пацан я же опять первый класс и все-все-все семейные семейные проблемы все выше на первый план вот мы созвонились получается с главным тренером камаза и он приглашал говорит давай мне нужны такие футболисты как ты и как-то за два-три дня я пришел к тому что надо уходить надо переходить команду родной республики можно сказать уговаривая тренерский штаб олег петрович усиленка не даст соврать если мы муча позвоним до сих пор будет обижен на меня потому что я ему без днем рождения поздравляю я ему звонил тоже точнее не звонил писал сообщение он перезвонил до сих пор не понимаете лет он не понял спорных я держу обиду такую спортивную нормальную человеческую обиду которые да 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 рассчитывали да 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 вот и получается в этот сезон факел вышел в пример лигу причем сделал это в конце сезона достаточно уверенно сказать что было мне обидно наверное это было мы играли с камазом воронеже в мае месяце как раз вот когда они выходили в этот месяц вот я приехал болельщики меня там очень сильно любили там аудитория болельщик конечно достойна того что нам обыграть пример лиги потому что они очень гранатично футболу я приехал в воронеж мы там сыграли игру проиграли 1-0 и вот после игры я иду к трибуну хлопаю они скандируют мою фамилию и на этот момент у меня прям наворачиваются слезы на глазах прям очень тронуло это сказать что было обидно да было обидно но опять же я очень был рад тому что команда выполнила задачу опять же я был горд тем что я выступал в этой команде был горд за ребят всех от души обзванивал поздравлял тренеров и футболистов массажистов и докторов всех-всех-всех-всех и сейчас вот до сих пор они выступают пример лиги ну нет нет смотри а в чем была проблема перевести семью в воронеж и так понимаю если ты как раз таки поехал обратно домой то они постоянно на постоянной основе не были с тобой семья я имею ввиду но на тот момент они приезжали вот до того как команда до того как я ушел сын еще у тебя сходился от детский сад жена работает у меня вот она брала там какие-то там меня отпуска там на 5-7 дней вместе с сыном они приезжали но опять же 57 дней за 365 дней в году то есть это ну несерьезно мне не 20 не 15 лет чтобы находиться далее от семьи не от семья родного дома грезит мечтами что я буду играть там пример лиги там через год через два то есть не тот возраст если раньше я спокойно к этому относился то после 30 уже как-то начинаешь все это педя смысл давай пять ударов также из-за вот этих трех манекенов ну правда ростом они конечно как как юношеская сборная не знаю я метр семьдесят семь они где-то примерно плюс-минус так же окей нормальная стенка нормально нормально ну что первое на минус один просто пацана уничтожил прости меня друг никит ты готов давай будем смотреть сейчас господи не получилось почему так далеко кажется я так понимаю ты только на пенальти готовился конечно так 3 короче у инфу к рубина вратарь тоже такой же примерно будем будем очень большие очень серьезные вопросы после после видео никит вы 500 на карту как договаривались не серьезно не серьезно видео все фиксирует четвертый ну не по мне неплохо было я был неплохо да но надо было попасть просто в створ я работал залетел даже удар взрослого как будто бы и 5 поехали надо еще один хотя бы хорош никит хорош но один это уже все это уже практически практически победа один из пяти ну благодаря никите я думаю все получится ну что она и ну что будем что будем сейчас за вас за нас и за камаз давай как раз тот элемент который который вообще никогда тебе пригодил карьеру практически не пользовался а вот у него ближний открыт ближний открыт у него нету ты ему не подсказывает он сразу видишь ближний прыгает неплохо неплохо третий удар а вот такой считается от головы типа чуть не залетела неужели два проиграю а не может быть неужели проиграю 2 2 еще есть еще один шанс готов никит ну давай ладно признаем что он скорее всего у него под майкой где-то там спрятано что-то спрятано так и что осталось получается у нас выхода один один почему именно молдову как вообще история с такой но достаточно не футбольной страной получилось вообще твоей карьере но страна-то не футбольная но тот клуб за которую я играл тираспусский шериф действительно там супер шикарная база на сегодняшний момент наверное такие условия обладает только московские команды это не все краснодар ну вот наверное это на тот момент на 2010 11 год шериф тогда играл в лиге европы групповом раунде вот и мне удалось сыграть получается в квалификацию чемпионов сыграть и квалификацию европы я ушел получается перед опять мы прошли квалификацию какую-то я не помню там второй третий раунд попали на марсель и у меня был такой выбор своеобразный либо спартак нальчик либо поехать на велодром а я сейчас объясню почему можно сыграть на велодроме с футболистами высшего класса которые играют сборных национальных тогда играли братья а ю по моему футболисты были высочайшего класса вот одну игру сыграешь с ними я примерно понимал что что произойдет после этой игры там опять возвращаемся чемпионат молдовы а там были команды там вот три-четыре команды которые были менее более менее уровень там команды первой лиги под задачей там или были пример ли остальные расскажу такую ситуацию вот один случай мы играем вниз трон вот так приезжаем на игру ну ладно стадион еще стадион как стадион советский союз там 70 70-е годы там еще никакой реконструкции если вещи нет деревянные сидушки там все приехали все одна маленькая трибуна вот опять же деревянными скамейками 3-4 человека пришло на игру сейчас пускай шериф чтобы ты понимал на другие вот кишиневе мы играли там ну разные-разные города там собирался по три-четыре по пять тысяч а здесь два-три человека пастухи с козами ходит мы приехали в гости вы приехали в гости до на выезд 300 километров ехать для них 30 километров то прям что-то прям блин как мы сейчас ехать на выезд одевать 300 метров для нас причем причем сразу же обратно в этот же день да 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 там прям целую этот делают целый при этом я там игру там пастух с козами и вот и вот я и думал какой выбор вот и какой выбор сделал сыграть один одну игру во франции вернуться в россию но первым нельзя было и рыбку съесть как говорит не а там за как раз вот в этом да и загвоздка была там конец августа трансферный окно закрывается и там быстро-быстро надо решать этот вопрос вот команда как раз начали с премьер-лиги ставил задачу обратно вернуться мир лигу вот и поэтому я на самом деле долго и не думал в итоге команда выше обыграл марсель 3 раунда в раунде обыграл марсель попал по моему на динамо загреб ну вот там это тоже все квалификации то есть это не групповой этап нет нет потом нас еще год они по моему в групповой раунд вышли а сейчас вообще он у меня сын смотрит лигу чемпионов просмотрится куриал играли даже а сын спрашивает папа если ты там остался бы получается просмотрится куриал играл я грусть пап там остался я уже не знаю вышла бы команда не по групповой раунд давай смотри так как ты гость моего выпуска тебе выбор либо бьем из штрафной без стенки ну где-то примерно на линии либо либо мы сделаем выхода один один лучше объем давай поворотом интересно конечно конечно выходе на 10 хоккейный элемент такой не все я понял не очень футбольный тогда без вот этих ребят пацаны пока бьем просто свободный удар сейчас никите я думал посложнее будет 10 мячей по 5 ударов получается вообще шикарно 1 или я начну давай начинать давай лети прямо поехали это за два это за два я же говорю это за 2 считается давай ладно первый пошел вообще никуда записывайте конечно это все транслируется онлайн просто такой гол надо записывать так ты тоже попал стоп ну просто в которой воротах находится тоже иногда такое футболе бывает что не летит мяч и все вот ворота примем это за за что за аргумент да хорошо поехали пробью примерно в твоей же стилистике а я ты куда целился еще раз туда же у меня другая игра мы видим в разные игры играем ближнят принято это было хорошо ну все хватит эти ну не знаю подавки подавки игры вот эти вот ну когда там пытаюсь кого-то сбить поехали все палки твои стадион электрон уберите палки я по ним стреляю давали было неплохо было неплохо как орнальди не в лучшие годы какие-то все не забивные у нас ребята подъехали какие какие есть да какие есть хорошенькие наконец-то вот я увидел его наконец-то я его увидел в деле просто наконец-то как с ним еще как его пробивать получается так что это все да я хочу своей стилистике пробить да нет здесь я проиграл но где-то 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 ты должен был дать а конечно и конечно давай просто просто по кайф вот уже никак никакой ответственности ничего уже не дает да надо забить получается невероятно представляете из 9 из 10 ударов один только ну ладно моих там два эдуарда airlines улетели остальные я даже считаю сейчас дело не в мастерстве тех кто бьет к воротам а в том что у нас вратарь сегодня очень сильно попался какой-то да но он мне кажется либо читер либо кошка на что-то одно из двух одно из двух никита расскажи каково быть таким вратарем таковы прям для себя как бы не считаю ну надо просто работать почему-то стремится и находиться хорошим полетели супер спасибо тебе большое спасибо никит спасибо особенно за серию ну что поехали дальше сейчас получается помимо футбола ты еще работаешь да то есть тебе не хватило за всю твою продолжительную карьеру накопить столько денег что просто кайфовать дело же не в деньгах опять же я в апреле месяца закончил неделю две-три посидел дома и начинал понимать что и психологически и физически мне не хватает движения но я сейчас работаю в спортшколе мирас заместительный директ директора спортшколы сейчас меня вроде как утвердили уже директором школами раз вот будем помогать развиваться нашим молодым ребятам я начинал в этой школе свой футбольный путь знаю там некоторые проблемы с чем сталкивается и наши молодежь вот надеюсь какой-то вклад в развитие все-таки я внесу вот где-то подскажу где-то поправлю вот и планы есть у меня по этому поводу поэтому работаем а как появился вообще футбольный клуб сокол твоей жизни но очень просто приехал в казань мне позвонил ильяс маратович наш спортивный директор мы с ним недели две наверное были на телефоне даже приезжал ко мне он как-то в гости я все думал играть не играть вернуться не вернуться как тот у меня все это делал этот но ильяс маратович все-таки очень хороший спортивный директор и не оставил мне шансов рассказал мне про задачи мне опять же он подстегнул меня спортивным интересом но я все-таки не не тот футболист который переходит от команды в команду вопрос даже не в деньгах а именно вот в развитии команда все равно должна развиваться вот и было бы это ну не буду ладно переходить на личности ну то есть на команды которые выступают теперь тарстана была другая команда я естественно даже не думал ну и то есть сейчас ты прям в гармонии не жалеешь вообще о том что закончил карьеру не думал ли ты то что можно еще попылить пару лет честно вот даже возникают такие мысли может быть надо было все-таки раньше закончить спросим на карьеру почему дом я вот сейчас ощущаю себя полноценно что я муж что я отец в общем я счастлив и никаких мыслей о том что вернуться в первую лигу там опять какую-нибудь команду залезть нет такого нет дай бог команда сокол выполнить задачи которые поставлены перед перед нами вот это вторую лигу вот там будем дальше вы смотреть по ситуации доволен ли ты своей карьеры футболист слава богу слава всевышним что у меня был была такая карьера был такой путь вот ни капли не жалею там были хорошие моменты были плохие моменты опять же плохие моменты наверное давались для чего-то чтобы чтобы я что-то переосмыслил да вот я не играл в пример лиги наверное игр 8 10 я был в заявке замене сидел за московский диноза основу и здесь два года подряд я в казак приезжал на скамейке было большое желание выйти против рубина там определенным причинам что когда мало внимание оказывали нашим воспитанникам было большое желание доказать что наши нашем городе много ребят ни о чем не жалею честно говоря ну опять же только благодарим слушным что у меня такой путь супер спасибо тебе большое я желаю тебе удачи твоей дальнейшей карьеры и как директора и как футболиста и как просто человек спасибо давайте ребят ставьте лайки там колокольчики ну вы сами все знаете пока